наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели давайте-ка ваш взгляд на прошедшую вчера церемонию награждения киноакадемии оскар 2019 вот об этом поделитесь своими впечатлениями ну грустная на самом деле для меня тема потому что я конечно может прозвучать несколько пафосно банально и так далее но это факт я вырос на американском кино действительно и когда занимался кинокритика исправно его защищал от снобов которые слишком любят кино европейское но для меня кино сделанное в сша всегда было важнее и то что происходит сейчас да и то что было раньше но как-то раньше все же это было было сбалансировано а теперь все удручает больше и больше и оскар последний то есть вчерашний он только подтверждение всему плохому и той деградации которую вы кино во всем мире но и в соединенных штатах к сожалению тоже постигает а я благодарю паре новолкову за помощь подготовки выпуска и если мы говорим о те кто может быть слушать меня давно помнят что я уже последние годы но все что мы с вами встречаемся регулярно вот говорю что оскар хуже и хуже и следить незачем но вот этот год рекорд мне было вообще неинтересно кому дадут эту самую статуэтку прошлом году еще ладно был гарри олдман с черчиллем раньше о чем позже я упомяну еще несколько лет в семь-восемь назад даже номинировались и награждались что немаловажно фильмы неплохие даже хорошие но вот сейчас в принципе то что я успел посмотреть за прошлый год меня в основном повергла в уныние ничего радостного и приятного мне эти фильмы не доставили и если говорить о номинантах то посмотрел я всего два на самом деле но так вам скажу это на 2 больше чем надо было а посмотрел я фаворитку и черную пантеру прислал куты и это как раз для меня в общем то на самом деле достаточно показательные примеры они указывают на то все плохое что происходит в кинематографе коммерческом и в кинематографе но условно его назовем серьезно потому что блокбастеры которые нас иллюстрируют черная пантера это очень однообразный набор спецэффектов трюков и каких-то даже трюков не очень таких эффектных не очень изобретательных если пересмотреть хороший вестерн или экшен фильм семидесятых до шестидесятых там все это поставлено гораздо лучше без компьютеров к тому же но и плюс блокбастеры тоже упорно запихивается не пойми что вроде бы да обязательно количество там меньшинств и якобы тем которые где-то там вторым планом проходят важных и получается черт что как тот из моих знакомых заметил что это же черная пантера это какой-то вообще бездиотский сюжет о конфликте транскистов и чучхистов при этом даже если мы говорим об экранизациях комиксов то сделать на основе комиксов что-то интересное можно и комиксы в Америке были и надеюсь сейчас за ними меньше слежу времени не хватает но были очень качественные и фильмы тоже были неплохие недавний совсем Бэтмен был трилогий особенно третья часть достаточно даже консервативный потому что основывался на тех комиксах про Бэтмена которые делали консервативные авторы это Фрэнк Миллер и Чак Диксон но сейчас и даже то что может проходить как консервативный взгляд на комикс а такое есть еще раз повторяю все это вытесняется вот этим бесформенным набором неправдоподобных меньшинств которые выходят на первый план и попытки перезаигрывать с ними поэтому кинематограф развлекательный он превращается в такое просчитанное абсолютно лишенное вдохновение и таланта зрелище довольно безрадостное но все же у кинематографа жанрового некоторый запас есть если например даже желающие снимать фильмы с большим количеством чернокожих актеров будут цепляться не за нынешние прогрессивистские идеи а за к примеру блоксплуатейшн так называемый 70-х ну там тоже было много дряни конечно радикальной но в основном блоксплуатейшн блоксплуатейшн рассказывал о черных героях будь то экшен фильмы или комедии которые не противопоставляют себя американскому обществу хотят стать его частью кстати говоря и поэтому я блоксплуатейшн смотрел очень много находил там тоже немало примеров консервативного кино но здесь в той же самой черной пантере ориентирую вы совсем не на то или желание ставить в центр экшен-фильмов женщин но это прямо скажем не очень убедительно с точки зрения правдоподобности и поэтому придумываются всякие ходы вроде тех же комиксов фантастики так далее и тому подобное но и здесь на самом деле можно найти некоторые плюсы хотя все это в прошлом кэтрин бигеллоу женщина режиссер сняла один из лучших военных фильмов на самом деле черт локер но это был 10 лет назад кстати говоря и более того в кои-то веке тогда академия отдала предпочтение ей перед унылой политкорректной эгиткой под названием аватар который терпеть не могу и тогда академия повела себя совершенно справедливо а бигеллоу получается да и сняла фильм как раз не заискивающий перед какими-либо требованиями политкорректной аудитории и она тогда выиграл ну или если говорить о более таких недавних фильмах есть например фильм семнадцатого года атомная блондинка дэвида лича где играет терон я и не поклонник говорю сразу и она много всякой ерунды озвучивает в интервью но как его изобретательность постановки экшн-сцен и антикоммунистический кстати что большая редкость для сегодняшнего кино заряд да и всегда была к сожалению они в общем-то много искупают поэтому черная пантера дает диагноз современному развлекательному кино но все-таки не приговор а фаворитка второй вот этот самый фильм который я смотрел это более удручающее зрелище потому что вроде бы интересная тема дворцовая интриги в англии предки черчилля кстати задействованы мальборо герцогиня мальборо и все такое прочее вроде бы даже какие-то реальные основы реальные факты в основе но все это выливается в тоскливую феминистко-лесбийскую агитку и кстати говоря все эти лесбийские мотивы они явно вымышлены вот как раз но никого это не волнует и все это подгоняется по словам самих же авторов под они этого не стыдятся под пресловутая миту и получается что из интересной истории претенциозная ерунда и если вообще смотреть на то что называется серьезным кино то там то совсем все плохо потому что ну что такое серьезное кино по большому счету отношение между людьми вне зависимости от их расовой и еще какой-то принадлежности но сейчас таких фильмов практически нет потому что сейчас на сегодняшний день проблемное кино это обязательно расизм секс и прочие измы и таким образом так такового кино кинематографа драматического серьезного да еще на современной основе его нет есть претенциозный архаус аля европа и есть все эти надрывные спекуляции на темах которые я перечислил которые актуальны кавычках а точнее конъюнктурны но которые к реальным проблемам людей и уверен в америке то же самое конечно служу со стороны не имеют практически никакого отношения далее смотрю я почему я игнорирую остальные фильмы вот смотрю я что там еще выдвигается фильм вайс сатира на дикой чейне я про дикой чейне читал много знаю о плюсах и минусах знаю что поливать его грязью не стоит и и если уж так хочется это делать где простите фильм про джо байдена или элла гора которые заслужили сатиры гораздо больше чем чейне нет нет до свидания мне это неинтересно фильм который вроде бы даже получил оскара главного да зеленая книга история о том как белый расист познакомившись черным я так цит смотрю по аннотации изменяет свои взгляды возможно это великий шедевр действительно но у меня подобное вызывает полное отторжение потому что где простите тогда меня фильмы о том как черные расисты столкнувшись с белыми людьми свои взгляды меняют не вижу я таких черный клан смен спайк ли вообще расист и здесь я с трампом согласен который вот таковым и назвал и то что он там на церемонии вроде бы начал опять рассказывать о том какая плохая америка и кого там преследует но это в его духе и то же самое истории об ужасных белых супремасистах нам показывают а простите где истории о том как нации ислама истребляют друг друга когда-то у савожили был фильм на эту тему но это было давно малкл микс назывался а где фильма о том как нация ислама калечит белых полицейских реальная тоже абсолютная история и где все что с этим связано нету нет и мне тоже не интересно да возможно я упустил что-то не пожелав эти фильмы смотреть но простите не в том возрасте чтобы такие эксперименты ставить я лучше посмотрю то что мне точно интересно или пересмотрю что-то старое но проблема в том что мало того что фильмы снимаются такие во всех отношениях отторгающий по моему мнению реального зрителя сами кинематографисты ведут себя черт знает как и полагают что до их мнения кому-то должно быть дело хотя они читают чужие слова не забываем об этом они изображают чужие эмоции они могут это делать очень хорошо очень талантливы но они живут чужими идеями чужими эмоциями и так далее и тому подобное прежде всего говорю об актере поэтому простите лучше им воздерживаться от своих комментариев или если они комментарии свои озвучивают а я сейчас буду говорить о человеке который как раз был актером и который свое мнение озвучивал но тем не менее заслуживает уважение поймете почему но извините как-то меня все это не убеждает тем более здесь мы видим в чистом виде групповое мышление и те немногочисленные консерваторы которые в голливуде вроде бы остались там есть такое общество линкольна но во первых они не очень это афишируют я даже не знаю кто это обществу входит но помогай ри сайнец только не скрывает это а во-вторых они полностью вытеснены из мейнстрима если угодно смешно это тоже удручает и здесь напоминается мне еще вот что я не удержусь конечно же от такого исторического исторической аналогии что когда-то да в кино всегда были был сильный заряд левачества и коммунизма и все попытки от него избавиться они ну приводили к коротким каким-то моментам положительным но увы потом все возвращалось на круги своя был момент после действий комиссии палаты представителей по антиамериканской деятельности да в сотый раз повторяю к маккартик не им не имел отношения был момент при рейгане вот как раз так тот который к счастью застал я когда действительно какое-то количество фильмов патриотических все-таки выходил но были вот это коммунистическое левое засилие она тоже никуда не девалась и сейчас мало того что голливуд при превращает кино черт знает во что но голливуд он еще и свою историю так исправляет чтобы было выгодно для нынешней конъюнктуры поэтому кого делают героями из голливуда в прошлом ну далтона трампа к примеру кто такой далтон трамп это сценарист неплохой сценарист хотя говоря но это абсолютный сталинист это человек который гордился это не выдумка это с его собственных слов даже не тем что он там писал сценарий а тем что он срывал с помощью своих коллег коммунистов съем постановки антикоммунистических фильмов так она и был потом да попал он естественно под во внимание комиссии неуважение конгрессу и долгое время его не снимали но потом вернулся он торжественно не делали его сценарий но как-то потом он торжественно вернулся он герой и то что он сталинист который оправдывал пакта с гитлером и повторяю занимался черными списками и срывом постановок тех фильмов что ему не нравились об этом никто не знает то что море рискинт сценарист вопросу о ли вам антисемитизме за свой антикоммунизм был из голливуда вытеснен и уже туда не вернулся об этом нет никому не интересно но к счастью рискинт место все нашел стал одним из основателей консервативного движения кстати но это уже другая другая тема или вот да было делает тоже еще лет 20 назад когда или оказан удали оскара казан человек левых взглядов но он сотрудничал с комиссией то тогда еще это было возможно займите хотя тоже там было много негодующих голливудские леваки гневались и так далее но все а сейчас перед самым вручением нынешнего оскара всплыл да трамп у нас герой хоть он и стеленист про него снимают кино его все словословят рискинта мы забыли несмотря на то что он сценарий гораздо сценарист гораздо лучше чем трамба кстати сказать а был замечательный человек джон уэйн актер режиссер и тот кто своих взглядов не скрывал даже хотя это шло в разрез с голливудской с голливудским мейнстримом более того еще один из этих коммунистических сценаристов потом с гордостью рассказывал что фильме возвращение ботан он специально написал ряд трюков зная что уэйн уже не молодой будет исполнять их сам и надеюсь что он умрет я не выдумываю эту историю она абсолютно реальная но уэйна выжил к счастью так вот уэйн да я только что сказал что актерам лучше своим не озвучивать мнение потому что они как правило чужие но уэйн говорил всегда что думает и когда-то с ним можно было соглашаться когда-то с ним соглашаться было нельзя но почему я обращаю внимание на него он точно не следовал толпе и поэтому когда весь голливуд порицал войну в вьетнаме он сделал фильм прославляющий американскую армию когда весь голливуд лил крокодиловые слезы по судьбе чернокожих он сказал в интервью в одном что не стоит нам вставать на колени перед чернокожими пусть они сперва научиться личной ответственности а до той поры преимущество белых никуда не денется и он уэйн в него верит это интервью на самом деле по него все знали и да при своем выходе 71 год она некоторые эффекты имела но проблема в том что уэйн в жизни был абсолютно что называется color blind и поэтому все это быстро поутихло так все знали что он абсолютно никакой не расист и что с чернокожими на съемочной площадке он держит себя абсолютно на равных более того даже если это не актеры какие-то там совершенно служители уборщики кто угодно он со всеми был как как их друг и все что этим связано и других интервью да и в то же самом уэйн еще и говорил что белые расисты прежде всего на юге они все только портят потому что они не позволяют черным реализовывать свои гражданские права которые есть декларации в конституции и в 14 поправки поэтому ни с какой стороны уэйн в расисты не подходит но точно перед нынешним оскаром вытащили это его интервью которое повторяю всем фанатам уэйна и всем историкам кино очень хорошо известно и подняли шум уже до призыва что в лос-анджелесе есть аэропорт имени джона уэйна надо срочно переименовывать расист так далее и тому подобное то есть к чему я вам все это рассказывал ты какое отношение это имеет к оскару что деградация она идет как я уже говорил по двум направлениям это собственно говоря по тому как снимают кино и как себя ведут его делающие его актеры режиссеры и так далее превращающиеся в толпу безликую лишенной индивидуальности потому что фильмы все меньше и меньше оказываются в них все меньше и собственно говоря каких-то творческих на творческого начала своего подхода везде конформизм и везде то что требуется вот этот самый стеблишмент либеральный и чтобы оправдать себя они ведь еще и историю делают голливуда под свой на свой лад то есть от индивидуалистов вроде уэйна и рискинда мы избавляемся а таких отрицательных персонажей как трамба мы делаем своими героями и не стоит удивляться что и оскар я вот не знаю какие были результаты этой церемонии но в прошлом году было резкое падение интереса и я при всей своей любви к американскому кино в целом желаю чтобы это падение продолжалось и дальше потому что то во что голливуд превращает себя свою продукцию свою историю это не заслуживает того чтобы мы я да буду здесь обобщать люди которые америку полюбили благодаря фильмам с тем же Джоном Уэйном с Клинтом Иствудом к счастью на не здравствующим кстати и вот фильм который хвалили я что-то не заметил среди номинантов ну вот чтобы мы выросли на этих фильмах на этих людях мы не хотим я точно не хочу чтобы голливуд деградировал и превращался то во что он превращается он превращается заметьте я даже не стал вам комментировать кто что получил мне это не интересно я постарался вам рассказать что все что было связано вот с этой самой нынешней церемонией оскара все это вы показатели не самых здоровых явлений в в американском кино и у меня нет конечно же рецептов как и что с этим делать но я точно знаю одно что когда настроение у меня не очень хорошее и мне надо посмотреть какой-то фильм то буду смотреть фильм американский все равно и пусть это будет Джон Уэйн пусть это будут братья Маркс по сценарию кстати Рискинда но американское кино я любить буду все равно пусть старое пусть классическое а нынешнее ну раз они выбрали такой себе такой путь в бездну в деградацию я бы с этим ничего не могу поделать и посоветую вам то же самое кино да и современное критикуем и находим в нем негативные стороны но не забывайте что классику консервативную аполитичную какую угодно американского кино ее ничем не заменить и хоть это немного утешает давайте попробуем принять звонок у нас радиослушатель давно уже на линии да конечно добрый день пожалуйста здравствуйте уважаемые вас я хотела задать вопрос немножко из другой темы вот как-то алексей орлову задали вопрос почему российские комментаторы ну совершенно ничего не понимают в положении вещей в америке и как бы нападают на трампа его сторонников и защищают левых и вы были как бы единственным исключением из этих всех комментаторов вы разбирались нашим нашу ситуацию лучше чем мы здесь живущие вот последнее время я начала замечать что какое-то прозрение наступает я слышала довольно здравые оценки со стороны латыниной буквально вот недавно я нашла на интернете полуторачасовое выступление евгения понасенкова который но абсолютно точно описал все что у нас здесь происходит вот как вы считаете что послужило такому изменению положения вещей ну как бы они проявляют большего интереса к изучению или что-то в россии происходит такое что ну какая-то информация поступила окей понятно спасибо вам большое за ну прежде всего не скромно за оценку моих усилий хотя несколько меня настораживает что вы использовали прошедшее время ну это я шучу спасибо еще раз большое знаете я думаю здесь скорее срабатывает эффект от противного потому что когда идет такой постоянный поток проклятие в адрес трампа исходит он от тех людей которые заодно прославляют исламистов критикуют америку уже то многие люди которые может не до конца понимают что происходит в соединенных штатах и увы не не пытаются проникнуть в глубь ее у них автоматически происходит отторжение всего вот этого мутного потока и они просто видят что если люди славящие исламистов славящие безграничную иммиграцию и так далее и тому подобное заодно клянут и трампа но наверное эти люди все-таки не совсем правы и раз они так озабочены антиамериканской идеей и борьбой с собственной страной то значит наверное трамп все-таки в чем-то прав и это думаю сказывается но и хочется надеяться что люди которые все-таки америка и интересуются они не стоят на месте и пытаются хоть как-то себя развивать я считаю что америка это на самом деле такой колодец сравнение так себе но и бездонные я все читаю и читаю проникаю все глубже и глубже еще вижу что мне узнавать надо очень много если люди которых вы назвали тоже это осознают но это замечательно если нет но отторжение леволиберального мутного потока но это тоже неплохо я считаю я не думаю что это происходит массово с российскими деятелями для обозревателями комментаторами я не знаю причин по которым евгений поносенков так сказать но это его взгляд но что касается и юрий латыниной я помню она приезжала к нам несколько лет назад я сейчас точно не помню где когда вы начали с ней общаться в нее взгляды были примерно как у российских либералов на сегодняшний день на америку но потом мы устроили такую знаете неформальную встречу я собрал своих друзей люди которые добились которые там начинали с я не знаю таксистами а потом стали успешными докторами и так далее и вот она пообщалась с ними а до сих пор она общалась все время с представителями академии то есть она читала лекции в университетах разных американских ну и соответственно общую круг и общение был вот таким как вы знаете что из себя представляет американская академия это абсолютно левое такое движение так вот пообщавшись с моими друзьями в такой неформальной обстановке я потом обратил внимание что ее взгляды на события в америке на реалии америки изменились то есть по ее передачам которые она ведет на эхо москвы она в частности порой в то время даже после того как она вернулась в москву она ссылалась вот на моих друзей так сказать на их высказывания на их взгляды и я думаю что в какой-то степени это сформировала ее современные взгляды на америку так что вот как то так я могу это объяснить думаю да ваше объяснение она лучше как только происходит разрыв с истеблишментом и начинаешь видеть реальных американцев их слышат их проблемы то тоже конечно же прозрение но неизменно наступает давайте примем звонок добрый день добрый день а вы знаете я тоже не по поводу этого оскара потому как я не смотрю уже много лет полностью с вами согласна что деградации полные это стадо баранов просто повторяет то что им внушили сверху для того чтобы быть на виду и чтобы им давали работу но значит мой вопрос такой значит freedom is not free вот что это означает я бы хотела чтобы вы это сказали потому что противоположность этому было еще значит во времена еще римской империи когда значит народ хочет хлеба и зрелищ и желательно бесплатно естественно на халяву вот если значит и естественно когда народ вот этого хочет и это он получает в конце концов империи исчезают то это было с римской империи и со всеми остальными тоже а когда freedom is not free и народ это понимает тогда вот страна на этом поднимается до таких высот на до каких поднялась свое время при отцах основателях основателях значит наша страна вот прокомментируйте пожалуйста спасибо спасибо вам совершенно правы но много есть толкование этого красивого и не только красивого и разумного высказывания но одно из самых главных это то что свобода это несет с собой ответственность за свои действия и считать что свобода означает просто полное презрение к окружающим желание ставить свои интересы выше прочих этого нет вы должны помнить о том что у вас есть обязанности определенные как себя надо вести уважать свою традицию свою страну и все что с ней связано подчеркиваю страну а не дан политика который в данный момент ее правит если он справит мягко говоря не очень бывает и такое и в этом смысле freedom is not free это действительно тот самый лозунг который всем необходим чтобы ощущать свою свободу надо уважать традицию надо уважать свою страну надо уважать людей вокруг себя и понимать что ради вот это всего этого возможно возможно какими-то элементами своей свободы да иногда приходится и пожертвовать зная о том что другие люди тоже жертвуют элементами своей свободы чтобы вам было проще чтобы вам было более комфортно в этом обществе жить именно этого добивались отцы основателей совершенно верно и лучшие президенты и именно этого именно это многие из нас кто живет за пределами соединенных штатов в вашей стране и уважают это их восхищает и когда сегодняшние либералы они исходят из того что у вас полная свобода действий но только в тех областях которые вам указывает правительство то есть меняйте пол называйте себя кем угодно кем вы хотите но ни в коем случае не ставьте под сомнение то-то 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 и то-то то это не свобода вообще знаете что наверное нам нужно сделать небольшой перерыв после чего вернемся и обязательно продолжим возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии 847-400-5200 а теперь давайте поговорим о о Флориде о новом губернаторе о том что там происходит да очень интересно что если например судить по частоте упоминаний тех или иных политиков в консервативной прежде всего прессе то то что я вижу за эти два месяца нового года самый пожалуй популярный консервативный республиканский губернатор это Рон де Санти я вот помню так же часто и в основном положительно упоминались раньше но только Пенс и Уокер из прежних губернаторов де Сантис мы помним не без труда стал губернатором и когда он только был наконец-то утвержден после всех этих пересчетов и так далее то некоторые консерваторы выражали опасение что он слишком уж озабочен экологическими проблемами но на своем посту за эти повторяю всего лишь два месяца де Сантис уже успел создать себе имя едва ли не ведущего консервативного губернатора судя по тому что я вижу у него был хороший опыт как конгрессмен все знали что он человек надежный как консерватор но даже это думаю многих не подготовило к тому к его инициативам которые мы увидели но инициативы самые простые внутри штата он уже назначил трех кажется судей консервативных взглядов что вызвало всеобщее одобрение он очень быстро еще будучи в конгрессе он продвигал с 13 года законопроект о запрете всякой помощи так называемой палестинской автономии и на посту губернатора он сразу же объявил что его штат будет наиболее дружественным Израилю что когда он отправится за пределы Америки то первой его остановкой обязательно будет Израиль и что компании которые участвуют вот в этом БДС это есть дискриминация антисемитизм и поэтому штат его с такими компаниями иметь дело не будет дабы не поощрять антисемитизм и вот этот Airbnb да вот это какая-то мутная контора которая у нас байкотирует Израиль уже известно что все любой представитель администрации на любом уровне Флориды если вдруг куда-то едет и связывается вот с размещением и с проживанием занимается вот это самое Airbnb то он это будет делать только за свои деньги штат оплачивать любые расходы связанные с компанией не будет и это уже положительный момент но Десантис не остановился и на этом он сейчас изо всех сил продвигает школьный выбор чтобы список он был во Флориде довольно таки длинный родители и семей которые хотят получить возможность выбора школ для своих детей он резко сократился чтобы бюрократии в этой области было меньше и чтобы возможности выбирать школы появилось больше Десантис сейчас занят тем чтобы нанести удар по пресловутой большой фарме и завозить лекарства из Канады ну естественно одобренные те которые по рецептам идут и это приведет к сильному падению цен на фармацевтику что тоже в общем-то конечно же большой плюс и Десантис сейчас он хочет провести законопроект ну неизвестно пойдет или нет но учитывая что все-таки большинство в местном законодательном собрании это республиканцы скорее всего получится то он хочет поставить всех работодателей в штате в зависимости от пресловутого E-Verify то есть система по которой можно отслеживать кого берешь на работу и чтобы нелегалы ни в коем случае во Флориде не работали то есть видите два месяца уже инициативы и внутренней и во внешней политике такие что дай бог каждому что будет дальше у Десантиса мы конечно не знаем и дай бог чтобы у него все получилось а там кто знает человек еще молодой республиканские политики с прицелом на Белый дом нам всегда нужны и когда неизвестно но будем надеяться что Десантис в какой-то из ну может не ближайших лет так через сколько-то там не буду даже думать но окажется среди фаворитов на пост президента сейчас он выглядит вполне компетентным для этой роли и помог ему и президент надо отметить потому что на прошлой неделе именно во Флориде Трамп произнес одну из лучших своих речей по моему мнению я вы знаете вообще люблю речи комментировать но вот в последнее время говорил я о речи Помпео говорил о речи Болтона и самого Трампа да Круза совсем недавно а вот как-то речи Трампа не комментировал довольно-таки давно ну слишком он был увлечен там борьбой понятное дело было не до хороших речей за стену про речь его про обращение к Конгрессу тоже я предпочел не комментировать но вот наконец-то я могу сказать что тот Трамп который действительно блистает можно именно это слово использовать своими ораторскими способностями он был во Флориде он говорил о Венесуэле но получилось так что его речь стала развитием одной из тех тем что прозвучали в Конгрессе а именно против социализма у атаки Трампа на социализм помимо того что это абсолютно разумно социализм не дает ничего хорошего ну я не буду сейчас повторять доводы Трампа и критиков социализма они все известны и абсолютно разумны но тут какие два момента очень важные во-первых как сразу взвыли левые СМИ Трамп хочет подать демократов и своих оппонентов социалистами и правильно это очень разумный политический ход и более того он заставит демократов либо оправдываться либо наоборот признавать что мы социалисты а американский народ согласно недавнему опросу Расмусона социализм все-таки в большинстве своем отторгает в целом не какие-то группы а в целом что радует и даже внутри Демпартии там довольно большое их все меньше и меньше но все равно процент людей которые себя к социалистам не относят он есть что слегка радует так вот и то что Трамп подает своих оппонентов демократов таким образом сперва через Конгресс теперь через эту речь социалистами это очень разумно в свое время после Рейгановской революции среди умеренных демократов слово либерал было почти ругательным и пугающим да как времена меняются сегодня уже нет но если Трамп сделает слово социалист таковым среди немногочисленных правда но сохраняющихся умеренных демократов это уже замечательно то что Трамп это первый момент чисто политический далее момент если угодно интеллектуальный мы много говорим и я в том числе что Трамп да он стал уже частью консервативного движения но что ему не хватает какой-то философской основы среди в консервативной традиции отчасти да но периодически его спичрайтеры его команда делают все чтобы эта основа эта опора она появлялась и те кто следит за моей страницей в фейсбуке видели я об этом писал а дело в том что вот эта вот речь Трампа она продолжает в чем-то повторяет но это в лучшем смысле слова речь не кого-нибудь а Алексиса де Токвилля Токвилль один из основателей пусть и европейский американского консерватизма но даже не основатель а вдохновитель все-таки так скажем и его речь еще 48-го года у себя во Франции имела своей целью разоблачение социализма как явление которое порабощает людей назвал его новой формой рабства как явление которое полностью противоречит демократии и Токвилль выделил именно Америку как страну где демократия есть и страну где социализм по его мнению никогда не сможет пустить корни потому что американцы свободны ну да я понимаю что здесь наверное француз увы был может быть чересчур оптимистичен но тем не менее пока к счастью Америка сопротивляется и то что Трамп указал на вот эту важность про сопротивление социализму и то что его речь напрямую увязана с великим без каких бы то ни было поправок мыслителем и едва ли не лучшим специалистом по американской демократии за ее пределами так Вильям это замечательно кто бы не писал Трампу эту речь произнес ее он и то что этой речью он обозначил преемственность современных консерваторов современных республиканцев с выдающимися консервативными мыслителями прошлого это ход очень хороший и для повторяю Трампа как политика и для Трампа как человека связанного с консервативным движением поэтому речь по моему убеждению замечательная ну и кроме того момент такой ну может быть не самый здесь важный я два важных выделил но я тоже не удержусь от него дело в том что многие аналитики отмечают что та решимость которой Трамп и его администрация пытаются избавить Венесуэлу от нынешней власти но при этом не прибегая к военному вмешательство она как-то лишний раз заставляет задуматься а если Трамп такой друг Путина то почему же он так пытается избавиться от пустинского ставленника шуток уже много на предмет того что судя по всему Трамп это худший друг Путина которого тут могут себе представить но шутки шутками на демократов это все равно не действует а между тем действительно если Мадуро и Ижи с ним вылетают то это будет такой мощный удар по нынешнему российскому режиму и его друзьям в Южной Америке какое трудно себе представить если мы вспомним Бальсонару не так давно теперь еще не знаю кто там конечно станет президентом скорее всего даже не Гайда кто-нибудь не Гуайда а кто-нибудь другой но вылет Мадуро со всеми остановками до Ростова или куда там еще когда он наконец-то состоится я надеюсь состоится в ближайшем будущем но это тоже удар серьезный и возвращаясь собственно говоря к началу этой своей части получается так что вот этот боевой союз Десантиса и Трампа ведь сделал Флориду не просто консервативным штатам но вот по крайней мере на прошлую неделю центром консервативной Америки потому что действия Десантиса о которых я говорил и вот это вот действительно очень важная речь Трампа которая возможно еще будет иметь действия даже не краткосрочные а будет вспоминаться и анализироваться и через много лет уж кем демократами или республиканцами посмотрим но консерваторы эту речь точно не должны забывать это на мой взгляд безусловно и за это Трампу конечно же огромное спасибо ну и Десантису само собой тоже давайте попробуем принять звонки у нас есть да давайте уж лейбористов мы оставим до следующего раза я вижу не успеваем поговорим об расколе в лейбористской партии на следующей неделе тогда все таки тема интересная а сейчас да давайте если есть звонки слушаем вас пожалуйста добрый день скажите а вот если Мадуро не захочет добровольно уходить что может быть дальше я вот честно говоря не знаю что может быть дальше все я думаю будет упираться в известную южноамериканскую систему у кого из генералов хватит смелости помочь Мадуро уйти и я не говорю что за этим будет обязательно стоять ЦРУ и так далее вы помните я в свое время рассказывал про Чили что помощь ЦРУ Пиночета она очень очень сильно преувеличена но то что кому-то из генералов возможно даже нескольким такая идея прийти в голову может и скорее всего должна я думаю тогда все упрется в это увы с демократией в Южной Америке все таки не очень хорошо а вот с военным решением вопросов это да это традиция а как насчет внешней интервенции внешняя интервенция я ее не вижу я не думаю что Трамп на это пойдет он будет стараться избегать я уверен внешней интервенции да еще по мере приближения выборов а вот то что там могут оказаться в большом количестве наемники из Кубы и к сожалению из Российской Федерации и создавать там дестабилизацию это опасность есть спасибо большое и вот недавно по-моему приняли закон в Англии что дети родители теперь не могут своих детей так сказать забирать с классов по трансджендерному образованию то есть с одной стороны Англия объявляет Хизбалу террористическая организация с другой стороны там происходят какие-то движения такие совершенно непонятные но мы об Англии поговорим очевидно да тут уже время к сожалению остается а там есть о чем поговорить Иван огромное спасибо и как всегда и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи лодково и до встречи Продолжение следует...